Сейчас она выжмет сцепление и прибавит газ. Ее путь — это сотни фотографий, сделанных в дороге по регионам России. Санкт-Петербург, Карелия, Элиста, Астрахань. Дороги, путешествия, приезда на мотоцикле. Ей очень нравился этот стиль жизни, образ, музыка. В дороге ее не стало. Анастасия Романова погибла в аварии на трассе Астрахань-Махачкала, возвращаясь с Каспийского моря. Это должно было стать подробным фоторепортажем о путешествии на побережье и в горы Дагестана. Все это останется в семейном архиве. Сегодня на выставке, которую так хотела организовать Анастасия, но не успела. Звуки джаза, который она любила, аромат дождя, которым дышала в Питере, и свет парадных. Я далек от фотографии. Был до встречи с ней. Теперь он, кажется, знает все приемы фотографа Анастасии Романовой. Она часто играла на контрастах. Так называется серия работ, с которой она победила в престижном конкурсе. Но этой серии нет на выставке. Здесь только то, что прежде никогда не было опубликовано. Это друг. Она попала на эту выставку не из-за того, что... Ну, это друг крутой, хотя он очень классный человек, он живет в Петербурге. Когда уже эта работа была сделана, оказалось, что она сделана в стиле одного из любимых фотографов Анастасии. Это Хельмут Ньютон. И она очень понравилась ей. 31 работа фотографа, которая не стала в 31 год. И автопортрет. Организаторы выставки «Супруг» и «Друзья» завершили подготовку. Выбрали работы разных жанров, разных лет и сделанных в разных регионах. Работа Анастасии Романовой. Жители города могли видеть в братском саду и в модных заведениях, но это лишь малая часть. Я не могу сказать, сколько всего фотографий она оставила после себя, но это архив уже обработанных и готовых к выставке около терабайта. Мы как-то сможем выбрать из них 100, чтобы представить на следующей выставке. Новую выставку Анастасии Романовой планируют провести летом. Портреты, архитектура, пейзажи и животное. Она писала о защите природы и снимала красоту этого мира. Такой, какой видела. И такой, какой хотела показать. Оставила нам свои работы, свой взгляд на этот мир. Ну, в общем-то, и спасибо ей за это. Анастасия Анферова, Анастасия Лунькина, Руслан Асанов. Центр новостей.